9 мая весь Вольск отмечал главный праздник страны – День Победы, ее 71-ю годовщину. Торжества по этому поводу прошли во всех селах, городских микрорайонах, но главным событием по традиции стало праздничное мероприятие на центральной площади города. На нем побывали сотни вольчан. Туда, преодолев возраст и болезни, пришли и главные герои дня – ветераны. Великую для каждого россиянина дату начали отмечать на городском кладбище, где возложение венков к обелиску погибшим почтили память тех, кто отдал свою жизнь за победу. На церемонии присутствовали руководства района – главы Анатолий Краснов и Игорь Пивоваров, их заместители, представители трудовых коллективов, общественники. По завершении поминовений на кладбище участники мероприятия переместились на центральную площадь, где также возложили цветы и венки к вечному огню. В колонии вслед за ветеранами войны и труда к негазящему пламени шли районные и городские главы, представители организаций и предприятий, жители. Возглавляли ее военнослужащие. А уже затем ветеранов пригласили на самые удобные места, чтобы они могли увидеть действия, подготовленные в первую очередь для них. Площадь, посреди которой выселась трибуна, встречала своих гостей, принаряженные к празднику. Все в этот праздничный день было исключительно для ветеранов. И поздравления, и слова благодарности за победную весну. Первым их произнес глава района Анатолий Краснов, пообещавший во веки чтить тех, кто внес вклад в победу, и скорбеть о погибших. Парад войск, старт которому дал начальник Вольского военного института, мы вновь и вновь осознаем, насколько велик подвиг, который совершил советский народ, победив на цену. Нет практически ни одной семьи в России, которая не послужит так же, сколько война. Мы никогда не забудем, что именно ветераны, опаленные в страшном огне войны, обеспечили нынешнюю экономическую и духовную базу развития страны. Парад войск, старт которому дал начальник Вольского военного института полковник Сергей Рихель, еще один долгожданный момент Дня Победы. Торжественным маршем, держа равнение на ветеранов, военные прошли по площади, продемонстрировав сотням собравшихся вольчан мастерство строевой подготовки, а затем украсило праздник выступления взвода карбинеров и военного духового оркестра. И высокая профессиональная ответственность, вот слагаемая той особой красоты, которую демонстрируют военнослужащие этого подразделения. Эстафет подхватили студенты и школьники, которые продемонстрировали зрителям красочное театрализованное представление. Все они также адресовали свое выступление виновникам сегодняшнего торжества, ветеранам, участникам войны, труженикам тыла. В живых их сейчас осталось совсем немного. Тем ценнее воспоминания каждого свидетеля тех далеких событий, День Победы среди которых так и остался для многих самым памятным. Мы хотели поздравить всех ветеранов с этим великим днем, пожелать им здоровья, всего хорошего и долгих лет жизни, чтобы не забывали про них, все помнили. Горожанам праздник пришелся по душе, однако праздник продолжался и дальше, и на сцене, где выступали творческие коллективы, и в других уголках Вольска. Например, в сквере всех приглашали на полевую кухню. Отведать кашу с удовольствием шли горожане и гости города. Все спасибо, живы и здоровы, слава богу. Все хорошо, вам спасибо за заботу о нас. Порядок на месте торжества обеспечивали полицейские, им в помощь члены Добровольной народной дружины и военной полиции. Позже на центральную площадь со всех концов города потянулся бессмертный полк. Это дети, внуки и правнуки с фотографиями тех, кто отдал свою жизнь за победу. Благодаря этой церемонии они снова оказались в строю. На этом торжества на главной площади не закончились. Самые стойкие остались на площади, чтобы посмотреть выступления звезд Вольской эстрады и праздничного фейерверка. Многие отправлялись в центральную площадь, в городской парк, скверы, музеи, где тоже подготовили программу. Все для того, чтобы сделать День Победы незабываемым. Оксана Бедова, Вадим Коголиченко, информационный центр «Вольская жизнь».